Девчонки, всем привет! Это Марина. Будет видео о покупках. Постараюсь быстренько снять, просто обзорно. Не буду особо разлагольствовать о каких-то качествах продуктов. Просто покажу вам, что покупала в последнее время и что мне подарили. Компания Inglot прислала мне письмо, что в магазинах 30% скидки. Я, конечно, побежала посмотреть, что у них там есть, потому что мне, как минимум, нужно было еще 2 оттенка теней в мою пятицветную палетку. И также хотелось мне купить Duraline. Когда я пришла, оказалось, что скидка 30% есть, но, к сожалению, подняли цены. И эта скидка, ну, она уже была не такой значительной, как я предполагала. Поэтому я купила только 2 оттенка теней. Это оттенок 378 и оттенок 313. А, ну да, Duraline я же тоже купила обязательно. Значит, оттенки теней. 378. Это такой вот красивый пыльный оттенок. Не знаю, он какой-то и сиреневый, коричневый, серым отдает. Ну, в общем, очень красивый. Я помню, что я обещала сделать для вас видео о продуктах Inglot, о тенях, потому что у меня больше ничего нет, кроме теней Duraline и палетки. Вот, и как-то еще ни с чем больше не познакомилась. Я обязательно сделаю все со сводчами. Все будет как положено, просто немножко позже. И второй оттенок, это 313. Ну, вот я сейчас даже на него смотрю, и как-то он меня очень расстраивает, потому что в магазине он был в тестере таким лимонным, сатиновым, таким кремовым, каким-то вот этим, даже не знаю, как сказать. Ну, в общем, я его видела во многих макияжах. То есть я, когда его попробовала, я поняла, что его можно комбинировать абсолютно с разными цветами. Он будет шикарно выглядеть в макияжах. Вот, но когда я посмотрела на него в этой упаковке, ну, мне кажется, что это не он. Хотя продавщица меня уверила, что когда я его раскрою, то, собственно, он будет точно таким же, как и в тестере, что вот эта вот упаковка, она просто искажает его оттенок. Но мне что-то не очень верится, потому что я смотрю на него, и он какой-то вообще не лимонный. Вы видите, чтобы он был лимонным? Вот. Ладно, неважно. Может быть, это все-таки какая-то ошибка, я не знаю. Я уже потом, когда буду делать это видео с Сочи, я все вам конкретно расскажу. И, собственно, Дюрелайн. Здесь 9 мл, маленькая такая бутылочка, симпатичненькая. Его, естественно, покупала для работы, для того, чтобы делать подводки из сухих текстур, то есть какие-то новые оттенки, для того, чтобы работать с какими-то блестками, чем-то таким. Ну, я думаю, вы поняли, для себя, не знаю, буду ли я его использовать. Может быть, когда-нибудь, иногда, для какого-то праздничного макияжа, вот в основном, это для работы была покупочка. Дальше у меня в фаворитах, вы уже видели, что я купила два оттенка Ив Сен-Лоран Тачикла. Я буду его называть Тачикла, потому что все-таки я не знаю, как правильно он называется. В общем-то, это ручка, хайлайтер, консилер. Где тут его надпись-то? Ну, где-то здесь, да? Все-таки на iPhone не очень хорошее качество. Я пыталась сейчас снять на фотоаппарат, но что-то у меня прям какие-то с этим проблемы. И все-таки очень тяжело себе снимать, когда себя не видишь, и не видишь, что ты там показываешь, вообще видно кому-то что-то или нет. Вот какие-то целые проблемы. Так, значит, это у меня оттенок второй. Я его вам уже показывала. В основном сейчас я им пользуюсь. Вот, ну, купила же я еще и первый оттенок. Первый тоже классный, но он уходит более в розовый. Это тоже будет у меня отдельное видео с свочами, то есть все, как обещала. Обязательно покажу тоже попозже. Так, дальше. Из люкса еще что? Из люкса пудра от Clorans. Askin Illusion. Это минеральная пудра. У меня это 105-й оттенок. Кстати, я когда читала обзоры на косметисте, почему я вообще захотела этот продукт себе, то у многих девочек там был 103-й оттенок, и я вот его тоже очень хотела. Мне казалось, что именно 103-й должен мне подойти, так как у меня светлая кожа. Но, к сожалению, оказалось, что в Украине 103-й оттенок вообще не продается. То есть ни в магазинах, ни в интернет-магазинах, его вообще нигде нельзя взять. То есть начинается линейка со 105-го. Вот. И, собственно, я попробовала в магазине и... Ну, на руке, естественно. Пробовала, и мне показалось... Так, я теряю голос. Sorry. Вот так лучше. Мне показалось, что он прекрасно адаптируется, вроде как под кожу, под цвет подстраивается. И я купила этот 105-й оттенок. Это было у меня в качестве новогоднего подарка. Я всегда подарки сама выбираю, потому что мне тяжело угодить. Вот. Но, к сожалению, как-то я тоже расстроилась из-за этой пудры. Вот так она выглядит. Она просто... Не знаю, она нереальной красоты. Мне очень нравится. Тут вот эта вот кисточка еще вытаскивается. Сейчас я вам тоже покажу, если она не упадет. Да. Вот эта кисточка прикольная такая тоже. Она очень жесткая. И здесь вот дальше идет ситечка такая специальная. И вот он мой оттенок пудры. Вроде как он не темный. Вот вы сами можете посмотреть, что он не темный. Такой достаточно стандартный для светлых девушек. Но я бы попробовала нанести бестонального. Бестонального он мне темноват. Я вот теперь даже не знаю, что мне делать. Буду я вообще ее пользоваться или нет. Потому что мне все-таки хотелось ее использовать без тонального. То есть специально хотела в своем арсенале иметь пудру, которую можно было бы использовать как какой-то самостоятельный все-таки продукт. Потому что у меня полно пудр. Кстати, вы хотите видеть такое видео, может быть, о пудрах. У меня их очень много. И как-то в каждой пудре очень много тоже продукта. Кстати, сколько здесь? Здесь 13 грамм. Это вообще на долго хватит. У меня есть и 20-граммовые, и 30-граммовые. И просто я не знаю. Мне кажется, что их использовать будет тяжело. И вот поэтому я расстроилась из-за того, что, скорее всего, что эта вещь мне будет либо проставить. Я не знаю, что с ней делать теперь. Короче. Ну, как-то под нее специально загорать. Ну, глупо, мне кажется. Правильно? В общем, я еще думаю по поводу нее. Еще мнение у нее все-таки полностью не сформировалось. Также я делала заказ в Эйване. Очень редко что-то беру из Эйвана. Там последний раз, до этого это было еще где-то, ну, больше года назад это точно. У меня там где-то было видео. Надо посмотреть, каким числом оно. Ну, и, в общем-то, была такая возможность взять. И я думаю, почему нет? Мне там, думаю, надо какой-нибудь гель для душа. Может взять что-то такое. Вот, и, собственно, взяла гель для душа. Правда, не тот, что хотела, потому что перед Новым Годом там как-то все разобрали. И было мало выборов. Но я взяла вот такой вот большой. Он называется Сенсес. Цитрусовый заряд с мандарином и грибфрутом. Здесь целых 500 мл. Этого надолго хватит. Еще не пользовалась. Ну, в принципе, у Эйвана более-менее такие нормальные гели для душа. Пахнет он цитрусовыми. Действительно, такой бодрящий запах. Ну, в общем, потом попользуюсь. Расскажу, как что. И купила две маски для лица из вот этой серии Planet Spa. Была там акция такая хорошая. И я когда-то покупала из этой серии маску, маску-пленку. Она была, по-моему, с белым чаем или с чем-то таким. В общем, хорошая была маска, несмотря на то, что это Эйваны вроде как дешево. Ну, вот эта вот серия Planet Spa, там можно найти кое-что такое интересное и нормального такого качества. Ну, как мне кажется, опять же таки. Да, значит, я купила маску сокровища Бразилии с экстрактом Асайи. Вы знаете, что такое Асайи? Я не знаю, но, в общем, я увидела просто, что она увлажняющая, и мне нужно было взять что-то увлажняющее, поэтому я ее приобрела. С фокусом очень слабо. Вот видите, я тут изо всех сил что-то пытаюсь вам тут изобразить, но как-то все очень печально. Ладно. Не знаю, надо думать, что делать по поводу камеры, и потому что на Айфон, наверное, все-таки не то качество. Как-то так. Вот. И вторая это маска-пленка с экстрактом черной икры. Роскошное обновление она называется. И что она тут у нас делает? Я не знаю, что она делает. Она должна как-то обновлять. Ну, в смысле, я думаю, что она, скорее всего, какие-то роговевшие клетки кожи снимает. Ну, за счет того, что она в виде пленки. Еще тоже не пробовала. Попробую, расскажу. Из некосметических штук. Из некосметических я купила такую интересную вещь. Я давно на нее смотрела. Вообще, это такая подставка для чайных пакетиков на кухню. Но мне хотелось такую штучку для повседневной косметики. То есть, разложить сюда то, что я использую каждый день. Она из дерева. Вообще, эта заготовочка идет под декупаж. Я думаю, вы знаете, что это такое рукодельник. Может, меня тоже смотрят. Декупаж вообще очень красивая техника. И можно сделать эту поверхность абсолютно в разном стиле. Но мне она даже нравится вот в таком виде. Хотя, может быть, потом я даже попробую сама. Ну, не знаю. Вот мне нравится, как она деревянная выглядит. И в нее очень хорошо входят разные продукты. Вот я вам сейчас продемонстрирую. Как бы вот так вот на каждый день можно там что-нибудь положить. Вот так. Ну, это я вам для примера сейчас это все туда кладу. Ну, вот как-то так. И можно ее переносить. Очень удобно. Ну, и вообще просто мне, даже вот если она где-то будет стоять, мне кажется, достаточно красиво, мило, по-девичьему так смотрится. Вот такая вот вещь. Как-то я за ней давно гонялась. И что-то не получалось мне отходить. И вот такая вот у меня появилась свечка. Я обожаю такие свечи. Вообще у меня есть слабость к свечам роматическим. И слабость к натуральному мылу. То есть, даже когда мне кто-то хочет сделать какой-то подарок и не знает, что купить, я всегда говорю, что мне можно подарить свечи или натуральное мыло. Это будет стопроцентное попадание. Мне точно понравится. Это свеча польской фирмы. Вот так вот она пишется. Я не знаю, как читается. И с ароматом манго. Аромат манго мне в последнее время очень нравится. Вообще просто великолепно пахнет. И вот такого она солнечного оттенка. Такая позитивная. Я думаю, у меня она будет поднимать настроение. Поставлю ее возле компьютера и буду наслаждаться. Ну вот, собственно, и все. Это были все покупки. Вроде бы я ничего не забыла. Всем спасибо за внимание. Всем пока.